Принимать выработанное ГРЭЦ электричество и подавать его в единую энергосистему Сахалина будет КРУЭ 220 кВт. Монтаж распределительного устройства с элегазовой изоляцией уже начался. От традиционного оборудования оно отличается компактностью, многофункциональностью, а также повышенными взрыва и пожаробезопасностью. Внутренние работы проводятся исключительно в стерильных условиях и доступны только глазу специалистов. Основные работы сейчас ведутся и в здании главного корпуса. В главном корпусе идет монтаж турбоагрегатов. Он идет полным ходом. Где-то в середине июня-июля будет уже завершающий этап монтаж первого и второго турбоагрегатов. Два котла российского производства будут вырабатывать 230 тонн пара в час. Оборудование достаточно эффективно и обеспечит максимально низкий уровень выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу. Монтаж планируется закончить в третьем квартале текущего года. Далее приступят к отпусконаладочным работам с окончанием работы в четвертом квартале текущего года. Здесь же идет и установка двух паровых турбин российского производства. По цене дешевле импортных, а вот по качеству не уступают. А вот на стройплощадке идет монтаж венгерской сухой градирни для охлаждения воды. Это первое и пока единственное сооружение в России такого типа. Изначально планировалось проводить охлаждение за счет воды из Татарского пролива. Однако после изменений в водном кодексе такой способ пришлось заменить более экологичным. Что касается вне площадки ГРЭС-2, то уже построены лэп, по которым электричество пойдет по Сахалину. Также построена линия электропередач 35 кВ, которая будет соединять существующую станцию ГРЭС-2 с подстанцией, вновь построенной подстанцией Ильинская. Далее от подстанции Ильинская будет запитано село Пензенце, село Зморе и естественно само село Ильинское. Специально для ГРЭС-2 будет построена новая железнодорожная ветка протяженностью в 6,5 километров. Проектную документацию уже разрабатывают в РЖД. Железной дорогой на станцию будут доставлять уголь с месторождения Невельского и Углегорского районов. Ожидается, что Сахалинскую ГРЭС-2 запустят в конце 2017 года.